Анатолий. Я в IT работаю уже больше 10 лет. С Go я работаю чуть больше трех лет. С ним случайно столкнулся. До этого работал с нодой и PHP. Вот. И в принципе это наверное все мое вступление. Так. План. На сегодня план у нас будет примерно такой. Собственно я представился. Мы поговорим что вообще такое Dependency Injection. Я расскажу про библиотеку, которую мы будем рассматривать в качестве образца. Потом я покажу еще кусочек кода, на примере которого мы тоже, у нас будет два варианта получается. Один кусок кода, привычность, с которым мы работаем повседневно. И второй точно такой же, но уже с использованием библиотеки, которая работает с Dependency Injection. Рассмотрим плюсы и минусы. Посмотрим действительно ли оно может нам помочь облегчить работу, либо только создаст проблемы. Текущий подход. Обычно при создании проектов мы руководствуемся некоторыми критериями. Код должен быть, к примеру, хорошо тестирован, поэтому мы уже пытаемся использовать интерфейсы, разделить кусок на более логичные части. Соответственно мы используем более слабую связанность между компонентами. Опять же, учитывая слабую связанность, мы приходим к тому, чтобы каждая часть сделала от можно меньше работы. Это, в принципе, поможет нам в дальнейшем и в тестировании, и в обновлении, изменении компонентов, и в переиспользовании. И, соответственно, учитывая переиспользование, мы стараемся бить код на какие-то независимые части, чтобы они работали сами по себе, чтобы можно было взять из одного куска и положить его в другой кусочек. У кого-то этих подходов больше, у кого-то меньше, но в целом, так или иначе, мы приходим к каким-то своим правилам. И в целом, приложение у нас мы разрабатываем именно по каким-то критериям. И, соответственно, у меня будет небольшое приложение. Представим, что мы делаем систему умного дома. У нас будет сам веб-приложение какое-то. У нас будет некий хаб, который в себе содержит несколько девайсов и система логирования. Просто логирование для логирования. На его примере мы рассмотрим, как бы это делал бы я примерно без всяких библиотек для работы с Dependency Injection. И потом я попробую внедрить в эту же рабочую систему библиотеку. И мы сравним просто два подхода. Стало ли это лучше, что нам долги плюс, долги минусы мы получили. И, опять же, на основе этого примера я пытался раскрыть как можно больше возможностей библиотеки. Итак, что же такое Dependency Injection? В принципе, это можно, наверное, рассказать в одном приложении. Если наша сущность принимает зависимости извне, то мы используем Dependency Injection. Если наша сущность сама создает себе все, что ей нужно, то мы это не используем. И, опять же, на слайде есть два куска кода. Один без Dependency Injection и второй с С. Сейчас я на минуточку прервусь и покажу вам, с чем мы будем иметь дело. То есть, будет некий кусочек кода. У меня есть две версии. Вот, получается, у нас есть роутер простой. У нас есть наше приложение. Оно зависит от хаба, который мы создаем здесь. И хаб зависит от разных устройств. То есть, в данном случае, у нас их три. Допустим, там датчик для уровня углекислого газа, свет и термометр. Температуру измеряют. На примере этого приложения мы примерим библиотеку для работы с Dependency Injection. И рассмотрим, помогла ли она нам в итоге. И какие плюсы она нам даст. Вот, сервер довольно-таки простой. Он имеет у нас три роута. То есть, мы можем получить статус всех устройств, которые у нас есть. Мы можем получить статус конкретного устройства. И попросить устройство выполнить какую-то работу. В зависимости от устройства, оно будет само там что-то делать. Но в данном случае, у нас оно просто лог выкинет и все. Вот. Хаб сам по себе просто хранилище и ничего толком делать будет не уметь. Он хранит в себе все устройства. Мы можем по имени получить какое-то устройство. И получить просто список всех устройств. И фактически, вот мы имеем интерфейс того, что умеет устройство. То есть, оно может показать статус. Оно может вернуть имя свое. И может выполнить что-то. И фактически все сводится к либо кодированию, либо к возврату ошибки, либо имени. Вот. А в данном случае по статусу я поставил рендом, чтобы нужно было, чтобы какая-то динамика была. Чтобы не было все однотипное. Вот. Это то, что мы имеем в исходном варианте. И зачем нам вообще библиотека? Фактически, dependency injection мы используем повседневно и так. В любом случае у нас есть зависимость какая-то у разных компонентов. В любом случае они как-то взаимодействуют между собой. И так или иначе мы берем эти зависимости и просто отдаем там в голову повсеместно используете конструктора. Они принимают аргументы и потом дальше уже определяют в нужные сущности зависимость. И, собственно, возникает вопрос, зачем нам вообще библиотека? И, в принципе, есть несколько вариантов, зачем нам нужно ее использовать. Один из них, она убирает некоторую рутину. То есть у нас, если есть много зависимостей, так или иначе нам придется руками добавлять каждую, начиная с конца, с самой последней цепочки, по цепочке, с самого последнего звена, по цепочке мы начинаем отдавать все зависимости библиотеке друг к другу. Пока не дойдем до самой первой, которая уже запускается и, имея все зависимости, может полноценно работать. Вот от этого нас может избавить библиотека. Дальше она может помочь добавить независимости пакетам. Потому что, так или иначе, когда сейчас мы работаем с пакетами, нам нужно взять сущность из него, когда мы с ним работаем, создать экземпляр, отдать ему все зависимости, и дальше мы уже только сможем с ним работать. Библиотека может позволить нас избавить от этого действия. То есть нам не нужно будет дальше больше ничего особо доставать, ничего создавать, в принципе, и мы сможем работать сразу. И это немного упростит большим количеством зависимости. Как я вначале сказал, мы не будем руками создавать зависимости и отдавать их друг другу. Вот, на примере мы будем рассматривать библиотеку FX от Uber. FX. Это не совсем библиотека для работы с Dependency Injection, потому что это оболочка над другой библиотекой. У Uber уже есть библиотека Dign. Это реализация Dependency Injection в виде контейнера. То есть мы ему отдаем все нужные нам зависимости, он на себя их хранит, и затем с помощью рефлексированных обрабатывает, он смотрит, что эта сущность возвращает, что она хочет себе как зависимость. И уже исходя из этих данных, он может полноценно с ними работать. Он сам знает, что ему нужно отдать, он знает, кому эта зависимость нужна. Вот, и FX – это надстройка над этой библиотекой, которая добавляет ему некоторые довольно-таки полезные возможности. По сути, он превращает библиотеку Dependency Injection в практически полноценный фреймворк. Он добавляет ему возможность следить за, к примеру, стартом и остановкой приложения. Он просто берет на себя роль приложения как такового. Итак, как вообще это работает в библиотеке зависимости? Фактически у него внутри есть реестр зависимости. Нам нужно для полноценной работы взять все наши зависимости. Отдать ей. И, в принципе, на этом работа заканчивается библиотекой. Еще есть вариант вызвать код. То есть, фактически, у него есть два основных метода. Вот тебе зависимость, провальд, и выполни этот вот кусок кода, инвок. Дальше он собирает у себя дерево зависимости. И при старте приложения он при запуске нашего кода, он смотрит, что ему нужно отдать, какую зависимость подключить. И он туда их сам добавляет. При этом у библиотеки есть некоторые ограничения. К примеру, если у нас две сущности возвращают один и тот же тип. Естественно, библиотека не может понять, кому какой тип нужно отдать. Для этого используются теги. И, в принципе, можно... К примеру, у нас есть репозиторий. Ему нужно подключение к базе данных. И у нас есть два подключения. Одно из них будет Redonley, к примеру, на слейвы. А второе на мастер нужно будет только на запись. Естественно, библиотека не поймет, какое из подключений нашему репозиторию нужно отдать. Потому что у нас их два, и в таком случае он будет ругаться и уротить ошибку. Для этого у них есть... Для этого у них есть тегней. То есть мы можем назвать наши подключения разными именами. И в итоге там, где зависимость нужна, к примеру, на чтение, мы используем явно. Указываем, что нам нужна зависимость, которая только вот с таким именем, и все. Если будет несколько зависимостей, и одна из них без имени, она будет использоваться как дефолтный вариант. Если ничего не указано, мы используем дефолтную, без имени, без ничего. Если есть имя указано, мы используем, отдаем ту, как по имени. Есть также возможность указать, что зависимость опциональная. К примеру, если приложение использует кэш, и он включается, либо выключается по флагу, мы можем просто не использовать кэширование в некоторых моментах. А иногда использовать, но он нам нужен. Поэтому по умолчанию библиотека, если видит, что в сущности нужна зависимость, но она ее не может найти у себя, будет тоже ошибка, потому что система нецелостная. Вот в таком случае можно указать, что зависимость опциональная. И мы явно в библиотеке, смотри, если вдруг ничего не будет, ничего страшного, мы знаем, что делаем, все хорошо. И третий пункт – это группирование зависимостей. Вот. В библиотеке есть возможность взять однотипные сущности и автоматически их сгруппировать в массив. Этот массив будет как единая зависимость фигурировать в системе. Для этого есть текст специальный групп. И, в принципе, это полезная довольно-таки штука, когда у нас есть несколько действий на один event, к примеру. Там образно нам нужно на один event отправить e-mail и push-нотификацию. Мы делаем два хендлера, объединяем их в группу и добавляем зависимость. В итоге система может работать с ней, как просто с набором интерфейса. На массиве я поподробнее остановлюсь, потому что для работы его полноценной нужно будет дописывать код. И причем дописывать тут неплохо. Потому что это нетривиальное действие. Для таких целей библиотека FX имеет два кастомных типа. FX-OUT и FX-IN. То есть мы можем определить кастомную структуру. Это будет наш, к примеру, результат функции. И мы указываем ему, встраиваем ему FX-OUT. Так мы покажем библиотеке, что этот параметр нужно рассматривать как результат. И это и есть, получается, наша сама зависимость. Мы можем либо одну указать переменную, одно поле, либо несколько, если нужна группа, если нужно вернуть много-много разных сущностей. Вот, получается, в данном случае мы добавляем хендлер. И говорим ему, что ты будешь в группе хендлера. Что система, что библиотека будет делать? Она увидит, что возвращается тип возвращаемый. Получается, он сложный, имеет встроенный тип FX-OUT. И он рассматривает хендлер не как просто самодостаточный тип, а он рассматривает его как группу подобных. И получается, если он увидит такой же и еще один в другом месте, он их объединит в один массив. И дальше уже можно будет этот массив где-нибудь подключить. Вот. Выглядит это странно и сложно, но, тем не менее, в примере я это еще затрону. Вот. Таджи-библиотека может использовать жизненный цикл приложения. То есть у него есть два ивента, на которые можно среагировать. Получается на старт и на остановку приложения. Это позволяет разным компонентам, вне зависимости от, к примеру, желания разработчика или без явных действий запускать, к примеру, хендер какой-то, либо воркер, и реагировать на остановку приложения. Опять же, это удобно, по крайней мере, реакция на завершение, если, к примеру, библиотека работает с соединениями там, либо файл открыт. Полезно, когда нужно действительно что-то сделать, там, сокрыть соединения, к примеру, а не просто все бросить и завершить свою работу. При этом при старте приложения можно на старт повлиять, если, к примеру, у нас нет подключения к базе данных, мы понимаем, что приложение не будет работать без этого подключения. Можно вернуть явно ошибку, и приложение остановится. И причем не просто остановится, оно еще и всем, кто уже запустился, скажет, что смотри, мы останавливаемся, сделай то, что тебе нужно. То есть у всех, кто запустился, сработает завершение приложения. Есть вопрос. В принципе, и недостатки. К примеру, у нас больше не будет возможности явно увидеть все зависимости. Потому что обычно при классическом подходе мы заходим в гипотетический main.go и видим явно, что вот это было создано, ага, вот такие параметры. Она отдана вот тому-то и тому-то. Это зависимость от того. Мы видим всю цепочку. И мы понимаем, кто от кого зависит, просто взглянув на код. Такого больше не будет. Иногда, как с примером, например, с массивами, мы получаем boilerplate. В принципе, это будет не исключение, потому что в большинстве случаев мы работаем довольно-таки просто. Мы берем зависимость, отдаем часть библиотеки и говорим, она нам понадобится. Но тем не менее, как бы, иногда, может быть, придется много писать кода. И есть нюанс один с интерфейсами, потому что, к примеру, я привык к тому, что сущность, которая требует себе зависимости, описывает интерфейс зависимости. И в итоге я, работая с библиотекой, сразу понимаю, ага, вот у меня есть интерфейс. Я ему отдам свою сущность, потому что она подходит по интерфейсу и все нормально работает. В работе с библиотекой мы можем столкнуться с циклической зависимостью. И это, конечно, тоже не часто, но, тем не менее, иногда придется вносить интерфейсы в отдельные пакеты. Вот. В принципе, это была теория. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть на практике. Вот у нас есть вторая версия кода. И, в целом, вот приложение будет выглядеть примерно вот так. Первый же вопрос, который, по крайней мере, у меня возник, когда я такое видел. А что здесь, как это вообще работает? Что запускается? И где оно вообще? И как это все работает? Где точка входа? В целом, библиотека дает возможность для каждого пакета самому реагировать, создавать себе точку входа, самому реагировать на остановку. И, с одной стороны, это довольно-таки удобно. Потому что в дальнейшем мы сможем просто взять пакет, перенести его в другую систему. И с минимальными изменениями, при условии, что мы используем такую же библиотеку, он будет работать без изменений. Вот, к примеру, у нас есть фреймворк. Есть некий фреймворк независимый. Он предоставляет себя в качестве зависимости. И при этом он просто стартует при старте приложения. Он запускает веб-сервер и все. Ему не важно, какие роуты там происходят, что, где оно. Это все остается за кадром. Важно то, что он предоставил себя. И если кому-то нужно будет, а конкретно в нашем случае у нас есть приложение, которому он действительно нужен. Мы подключаем роутер. Мы инициализируем все роуты, которые нам нужны. И в целом это нет прям такой жесткой связи. Если нашу систему заменить на интерфейс, к примеру, HTTP-сервер, то можно будет даже отвязаться от конкретного HTTP-фреймворка. А теперь давайте пройдем по конкретно реализации. Есть вот метод provide и есть метод invoke. Это два основных метода, которые, в принципе, основа приложения именно по работе с приложением. Мы можем либо запустить код, либо мы можем предоставить зависимость, которой все смогут пользоваться. В данном случае мы предоставляем три зависимости. Это наш датчик газа, это наш свет и это наш термометр. Они в двух разных вариантах предоставлены. Почему я так сделал? Для того, чтобы показать разные варианты, как это можно сделать. К примеру, если мы возьмем термометр, у нас есть здесь отдельно описанный результат. То есть мы не просто возвращаем сам тип, какой нам нужен, не нашу структуру термометр, а мы возвращаем некоторую структуру. Это сделано из-за вот этого тега, потому что на результат мы не можем просто его повесить. В итоге этим пользуется наш хаб. У него нечто подобное есть. То есть он говорит, что я принимаю параметры. Эта структура, в данном случае мы говорим библиотеке, что это наши аргументы все будут. Здесь нам нужны девайсы. Причем все, которые ты найдешь, они должны быть в массиве. Дальше система проходит по всем своим зависимостям. Она находит эту группу у трех зависимостей. Конкретно она здесь будет у СО2, она будет у дачка света и она будет у термометра. Он возьмет эти три стручности, объединит массив и в итоге будет это одна зависимость в виде массива. В принципе, если мы хотим вот эти вот штуки не хотим описывать, допустим мы работаем с внешней библиотекой, которая не дает нам доступа к исходникам и мы не можем вот так вот сделать. Вот для этого у нас получается есть возможность написать чуть больше кода, но тем не менее эффект будет тот же. К примеру, мы берем какой-то результат. Вот у нас функция, которая возвращает этот девайс, интерфейс. Вот она. У нее нет ни тега, ни имени, ни группы, ничего нет. И нам нужно это все добавить. Получается, мы можем это на внешнюю библиотеку добавить это все руками. То есть мы говорим библиотеке, что данный результат я немножечко дополню. Мы дополняем его группой, мы дополняем его именем. Вот и в итоге эффект получается точно такой же, как если бы мы использовали вот этот параметр в виде результата. Потому что здесь мы возвращаем реально нашу структуру. В отличие от, к примеру, света, где мы оборачиваем это в результат библиотеки. Чтобы дать понять, что мы уже это все описали тегами и можно с ним работать уже полноценно. Вот это особенность работы с массивами. Вот и опять же по работе приложения. Получается, на старте мы можем запустить наш сервер либо воркер, не важно, что это будет. И также при остановке мы можем это остановить. Вот для этого предусмотрено два хука у библиотеки. И суть в том еще, что, к примеру, у нас есть три воркера. Два из них запустились. Третий понимает, что все плохо и нам нужно останавливаться. Вот. Вместо return new мы возвращаем ошибку. Пишем там человека понятным языком, что мы не можем запутиться, потому что там у нас connection, например, не создался. Библиотека понимает, что нужно останавливаться. Но при этом у него два воркера уже запущено. И она пойдет по цепочке запуска в обратную сторону и будет у каждого вызывать hook on stop. И таким образом все, кто уже запустились, смогут спокойно и безболезненно остановить свою работу. При этом у нас не возникает паники. Мы понимаем, что происходит, почему происходит. И весь код и поднимается, и завершается спокойно, без напряга и делая всю свою работу, как он того и предполагал. В принципе, наверное, все. Единственное, что я хотел бы сказать, это, скажем так, небольшие сложности при работе с нестандартными конструкторами. К примеру, в данном случае я каждому девайсу отдаю имя. Это константа, и мы ее в зависимость явно не можем вынести. Либо мы будем это описывать каждый текст вот в таком виде, каждому давать имя в каждой строке. И мы будем добавлять вот такую функцию, которая просто возвращает текст. Это, во-первых, неудобно, а во-вторых, странно. Этот вариант намного более, по крайней мере, визуально подходящий. Но при этом нам нужно будет оборачивать функцию и возвращать другую функцию. Потому что библиотека требует явного типа. Она хочет, чтобы она хочет понимать, с чем мы работаем. Потому что иначе она просто не поймет вообще, что происходит. И вот таких нюансов может быть довольно таки немало. Потому что не всегда наш конструктор возвращает и принимает очевидные вещи. Иногда есть нюансы. Так что, в принципе, плюсы есть. Мы получаем независимость пакетов. Потому что каждый пакет может сам регулировать старт. Может сам регулировать остановку. Может сам реагировать на все. И плюс ко всему он может остановить старт приложения, если этого понадобится. Плюс у нас есть однотипный экспорт и импорт типов. Мы понимаем, нам не нужно явно указывать, создавать переменные руками. Нам не нужно им отдавать зависимости все руками. Мы просто отдаем список. Мы говорим, что смотри, библиотека, я тебе отдаю вот эти вот три зависимости. Когда их попросят, просто отдашь им и все. Плюс могут быть нюансы, к примеру, с простыми типами. Если конструктор возвращает, например, массив байт. Такое может быть, если мы, к примеру, работаем с графикой. Будет очень сложно найти зависимость, потому что придется реально ее искать в коде. Это не просто тип, который мы просто берем, кнопочкой так нажимаем и сразу попадаем куда нужно. И мы видим, с чем работаем. Такого уже может не быть. И это усложняет работу для людей, которые либо не знакомы с библиотекой, либо имеют мало опыта в принципе в работе с Go. Это может давать неплохих проблем, по крайней мере по началу. К этому нужно реально привыкнуть. Вот, в принципе, конец моей презентации. Я оставил полезные ссылки. Есть исходная библиотека. Есть основа, на которой она основана. Также я просматривал некоторые похожие библиотеки. К примеру, третья в списке, она чем-то похожа на ту, на основе которой мы работаем. Она тоже очень хорошо работает с массивом аргументов. Единственное, что у нее нет вот этой полезной оболочки в виде fx, которая превращает не просто библиотеку, не просто работу с библиотекой, а превращает уже в нечто более похожее на реальное приложение. Дальше есть ссылка на контейнер. Он тоже мне, в принципе, понравился. У него можно явно указывать, к примеру, мы хотим single-tone, либо нам нужна постоянно новая зависимость. Потому что большинство библиотек, они работают только single-tone. Если раз зависимость вернулась, она уже будет вот такая вот всегда. Поэтому иногда полезно, если, к примеру, нужен выбор, то варианты есть. Последняя из полезных библиотек тоже контейнер, но у него есть один хитрый нюанс. Когда мы просим у него зависимость, мы можем явно указать тип, какую он нам вернет. К примеру, если там у него лежит интерфейс, и мы хотим явный тип. Либо наоборот, если у него лежит явный тип, мы хотим интерфейс. Мы это можем явно указать. Прямо на этапе получения зависимости. И несколько полезных ссылок. Первая мне понравилась статья про Dependency Injection. Она довольно-таки большая. Она не про Go. Но, тем не менее, там человек довольно-таки много рассуждает об этом. И есть перевод на русском языке. Изначально статья на английском и есть перевод на русский. Википедия классика. Я всегда, в первую очередь, обращаю Википедию и дальше уже ищу варианты более специфические. И последняя ссылка. Она довольно-таки простая. Скажем так, набор полезных советов, как писать код. Советы в большинстве своем довольно-таки простые и очевидные. Но, тем не менее, они очень полезные, как по мне. И при условии, что всеми ими пользуемся, может очень неплохо сделать код более читаемым, простым и поддерживаемым. Всем спасибо за внимание. Если у кого-то есть вопросы, я буду рад ответить на них.